Этап, который вы обозначили первым, ну, конечно, лихое время после перестройки и вот это вот формирование новых капиталистических отношений, когда еще нет законодательства, когда есть такая мощная стихия, которая сметает все на своем пути, ну, какой-то ураган, который, в общем-то, имел огромные и разрушительные последствия, и архитектура, в общем, выражала эту стихию, значит, появился новый заказчик. Он появился в малиновом пиджаке, назывался новым русским, и человек этот со своими страстями, со своими вот этими первыми деньгами, заработанными разными путями, человек без опыта жизни, но в каких-то часто даже нормальных условиях советской квартиры, а человек, поднявшийся, появившийся из каких-то часто подвалов и вообще маргинальных подворотен. И вот он появляется, и ему нужно обустраивать свою жизнь. И начинается волна вот этого загородного строительства, анекдотического загородных замков из силикатного кирпича, дворцов и так далее. По мере формирования, ну, все-таки зачатков рыночных отношений, по мере легитимизации частного строительства и основ какого-то законодательства, все-таки строительная активность вернулась в город, и стали появляться какие-то совершенно новые по сравнению с советским временем типологические объекты. Ночные клубы, частные рестораны, казино, и большое вообще, как бы мощное развитие получили коммерческие учреждения, банки, офисные центры. И архитектура того времени в основном транслирует идею финансового процветания со всеми вытекающими последствиями. Я помню, что вот эти вот первые ростки какой-то актуальной современной российской архитектуры — это было три здания. Дойче Банк на улице Щепкина, по-моему, но это Вильям Олсеп, на минуточку, который после этого опыта вскоре закрылся. Второе такое целое событие было — это было здание Макдональдса на Тверской улице Алексей Воронцов. И тоже это был какой-то прото-прото зародыш хай-тека, да, ну какой-то вот намек, да, на это направление. Ну и, конечно, Международный Московский Банк, Бюро Остоженко, Юхань и Паласма. И мы тогда провели архитектурный рейтинг, первый в Москве и единственный до сего момент. Тот рейтинг выявил бесспорного лидера архитектурный объект — это Международный Московский Банк на Пречистинской набережной. И тогда, конечно, в разгул вот этой вот псевдоисторической эклектики Александр Скокон и Юхань и Паласма показали достойный пример как архитектурный язык современный, который не притворяется, который не унижается, который не прикидывается и не примеряет на себя исторические, якобы исторические одежды, как такая строгая, корректная архитектура, она может абсолютно отвечать историческому контексту. И используя современный, нейтральный современный язык. Принципиально важным было появление проектных мастерских, частных проектных мастерских. Вот это был поворотный момент, потому что проектная система советская, вот эти огромные институты, они распадались. Вот эти новые появившиеся частные мастерские, они были не просто конкурентоспособны, они были более чуткими ко времени. И здесь, конечно, произошло определенное разделение. Ряд архитекторов, и их было немало, они встали в позу закройщиков, портных, которые, в общем, отвечали запросам заказчика. И старались выстраивать таким образом отношения, чтобы обеспечить работой себя, свои мастерские. Ну и пошли по коммерческому пути. Что по-человечески понятно. И был целый ряд мастерских, которые, собственно, и заняли первые позиции в этом рейтинге, отстаивающие ценности модернизма и отстаивающие ценности, и формулирующие их, отстаивающие ценности контекстуальной архитектуры, формирующие подход к проектированию, основанный на исследованиях, ну и так далее. В это время я решила открыть архитектурную галерею в составе Центра современного искусства на Якиманке. Я подумала, почему архитекторов нет в своей галереи? Нам есть что показать. Мне казалось невероятно важным вернуть вот это вот авторское лицо, имя авторское, а вместе с ним не только амбиции, но и ответственность. И вот очень важно было и хотелось вот в этом разгуле эклектики и псевдо-псевдо всего вот этого псевдо поддержать ростки, вот эти пробивающиеся ростки современной архитектуры. И когда вот это пространство на Якиманке, оно было экспроприировано бизнес-структурой, архитектурная галерея перешла в телевизионное пространство. И когда я первый раз пришла на телевидение с идеей телевизионной передачи, мне там открытым текстом сказали, архитектурная программа, да вы с ума сошли. Это то же самое, что показывать учебник с опромата по телевизору. Кто это будет смотреть? Как раз вот это первое десятилетие, оно потеряно в смысле градостроительства. И оно потеряно настолько, что вот эти последствия, этих потерь, но они до сих пор, их нужно еще расхлебывать и расхлебывать, потому что не было градостроительной идеи. И, собственно, ни заказа, ни финансирования. И градостроительная школа, довольно сильная при советской власти, в советский период, она, в общем, сошла на нет, потому что стала неактуальна, она была ориентирована на социалистическое общество. Оно изменилось, пришел капитализм. И что с этим делать? И вот этих людей, которые способны были выстраивать стратегическое планирование городское, они стали заниматься интерьерами и проектированием сначала загородных особняков, потом жилья коммерческого. И это, пожалуй, первое десятилетие. Из выставки в выставку, из публикации в публикации вторяли имена этих людей, которые, я не знаю, мы воспринимали как ведущих, в нашем случае, московских архитекторов, потом еще появился очень интересный феномен Нижнего Новгорода, допустим. Я думаю, что он все-таки во многом связан с личностью Александра Харитонова, который был таким драйвером профессионального развития, профессионального соревнования. Вдруг Нижний Новгород, российский город, вдруг там появляются какие-то очень странные архитектурные сооружения. И, видимо, ключевое слово в оценке – это эклектика. Но она настолько талантлива, ярка и с какой-то огромной энергетикой, и с каким-то отношением, с какой-то любовью проходила это строительство. И в таком невероятном творческом соревновании, что это стало явление не просто заметное, очень важное в российской архитектуре. В Питере другая ситуация. Питер – город-памятник. Современная архитектура, там для нее немного возможностей. В Питере, наверное, лидером является студия 44 и братья Евейны. Но действительно они показывают хороший уровень профессиональной работы. И если поначалу я с большим скептицизмом относилась к самой идее реконструкции арки генерального штаба, результат – он убедительный. Но вызывает уважение. Возможно, ключевое событие в московской архитектуре второго периода – утверждение генплана. Новый генплан реконструкции и развития Москвы до 2020 года. И этот генплан, в общем, был документом революционным, потому что из декларативного в советское время он превратился в регулятивный. То есть впервые было изменено отношение к территории города. И она стала предметом не указаний начальства и волевых решений, а она, в общем, были попытки перевести ее и сделать пространством диалога. Диалога между властями, между профессионалами и между девелоперами, инвесторами и собственниками. Мы жили с таким ощущением, что вот там весь мир движется вперед, а мы там на обучении. И потом еще было, опять же, было и остается очень важно выстраивание разворота общественного сознания к архитектурным процессам, выстраивание вот этого моста и поддержка архитекторов российской провинции. Вот для этого был открыт Центр современной архитектуры. Появилась очень качественная архитектура, появилась архитектура, соответствующая мировому мейнстриму. И была такая мечта вот как бы догнать, да, потому что 70 лет мы были изолированы, отставали, и нужно было сократить эту дистанцию. И я думаю, что в какой-то степени сократили, особенно в последнее десятилетие, вот точно сократили, а вот в это предыдущее уже, в общем, дышали в затылок. Каких-то образцов таких аутентичной российской современной архитектуры, они начинались, как ни странно, в Московской области, на Клязьме, где возник малогабаритный авангард. Ну, казалось бы, да, небольшие объекты, частное строительство, ну, такое рекреационное и какие-то дачно-коттеджное, да, там, ну, казалось бы, ерунда какая-то. Но на самом деле, вот я считаю, что там произошло очень важное, и там какие-то вот принципы современной российской архитектуры, этические принципы, экологические принципы, тема аутентичности российской, она формулировалась там. И вот я очень ценю то, что сделал и Татан Кузимбаев, и Саша Бродский, и вот все эти прекрасные наши друзья и коллеги, которые работали в Пирогово и продолжают работать. Мы начинали проводить конкурсы и в первое десятилетие, и я считаю, вот каким-то таким ключевым поворотным конкурсом, это был конкурс на Пермский музей, Пермскую картинную, Государственную картинную галерею. У них было пожелание простое, чтобы участвовали мировые звезды, значит, а все остальное они доверили нам. И действительно откликнулись мировые звезды, откликнулись и Заха Хадид участвовал, и Ханя Рашид, и Ханс Халяин, ну и так далее, и так далее. И тогда впервые был вот этот формат архитектурного конкурса с предварительным отбором портфолио, с организацией семинара для участников, отобранных участников конкурса с выездом в Пермь. Я думаю, что вот этот конкурс, он тогда обозначил каких-то планку стандартов международных конкурсов, которые произошли позднее. Ну и все-таки конкурсное движение, оно развелось, я думаю, в последние десятилетия. И драйвером этого движения в Москве, безусловно, выступил новый главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Это прям стало нормой профессиональной жизни, а не каким-то специальным событием. Третье десятилетие, последнее, да? Ну, разница колоссальная. И она не только связана со сменой московского руководства. И вот здесь произошла смена активно действующих архитекторов. Важно, что качество проектирования и строительства, очевидно, возросло по сравнению с предыдущими десятилетиями. И сейчас уже мы с полным правом можем сказать, что да, ну, соответствие международному мейнстриму, средний уровень, ну, конечно, российские архитекторы вышли на него. Еще очень принципиально важно, что вдруг тема городостроительства, урбанистическая тема становится главной. Вот два десятилетия ее игнорировали, а сейчас, видимо, это связано с тем, что все-таки такая ситуация от игнорирования, что она дошла до какого-то края, и дальше уже игнорировать, ну, просто невозможно. Это, в принципе, поменяло все. Поменялось все. Впервые в истории вот эта радиально-кольцевая структура Москвы, она волевым усилием пал, ну, план «Большая Москва» волевым усилием, в нее вставлен какой-то огромный кусок Московской области, и все это стало Москвой. Сейчас период нового московского урбанизма, ну, это уже официальное название, невероятные достижения. Транспортное, принудительное развитие общественного транспорта, соединение железной дороги с метро и с транспортными коммуникациями – очень эффективное решение. Это все, конечно, колоссальный прорыв, но, с другой стороны, многое смущает. Смущает, что, ну, вот такая градостроительная активность, она переместилась в область благоустройства. Такое ощущение, что по каким-то зарубежным калькам выкройкам на скорую руку это все было, ну, как бы, выкроено. Говорят, что какое прекрасное в Москве сейчас благоустройство, вполне себе европейское. Я с этим никогда не могу согласиться, потому что, ну, внешне да, ну, какую страну европейскую или там даже азиатскую, можно себе представить, чтобы замостили гранитом, ливневку не прочистили. Я считаю, что вот возрождение музея архитектуры – это действительно какое-то достижение, которое сродни чуду. Потому что, когда я приняла музей в 2010 году, там ничего не отвечало законам Российской Федерации. Музей катился в пропасть. Или, может быть, уже и находился в пропасти и просто тихо распадался. И это была круглосуточная работа, в которой, кстати, ну, какие-то судьбоносную роль сыграли архитектурный цех. Вот Сергей Чобан помог привлечь внебюджетные средства, на которые удалось музей восстановить, провести вот эти антиаварийные работы. Но помимо этого, я считаю, что всё-таки удалось музей вывести на какую-то новую ступень, потому что раскрытие музея в город, через музейный дворик, создание говорящих пространств, флигель-руины – это же музей архитектуры. За 7, практически 7 лет моей работы музею удалось поставить на рельсы устойчивого развития. Надеюсь, что он с них уже не свернёт.